Да, пожалуйста, разъяснить нам немножечко про десятину. Очень же болеющаяся тема. И особенно меня интересуют сироты и вдовы израильские, которые сейчас у нас появились. Предполагается, что... Значит, десятина не называется десятина, она называется цдака. Цдака от слова цедек, справедливость. В чем разница? По-русски десятина это вид пожертвования, а пожертвование на русском это вопрос добровольный. Хочу даю, хочу не даю. А на иврите это не вопрос свободы выбора давать или не давать. Это обязанность. То есть человек ее может не выполнять, но он ее не выполняет именно как обязанность. Если не выполняет, не дай Бог. Таким образом, свободная воля человека в вопросах десятины это вопрос, кому именно ее давать. И какую часть из этой десятины кому давать. Значит, теперь, почему именно десятина, а девять десятых предполагается, что девять десятых нашего здоровья, внимания, времени, сил, нервов, ресурсов, неважно каких-то материальных, нематериальных, мы тратим на материальные нужды собственные. Ну, своих близких тоже. А одну десятую мы посвящаем Богу. Одну десятую времени, сил, нервов, денег, внимания и так далее. И этого достаточно с еврейской точки зрения, чтобы с точки, опять же, да, чтобы с позиции Торы мы были, не просто считались, были святыми людьми. Теперь, мы говорим о десятине как обязанностей, но сюда же можно включать, и это уже вопрос добровольный, еще одну десятую, если с точки зрения дающего его возможности позволяют. То есть, всего одна пятая, либо две десятых, что одно и то же. Значит, что такое одна десятая? Есть несколько способов отсчета этой одной десятой. Одни отсчитывают от всех полученных доходов, и в доходы они включают также и налогооблагаемые доходы. То есть, иначе говоря, от того, что называется бруто. То есть, человек получает там, неважно, зарплаты, гонорары или еще что-либо. Вот. И с этой суммы он отделяет десятую часть. Есть такая система. Сразу могу сказать, ну, сразу говорю, что есть разные системы, и я ее упомянул из соображений интеллектуальной поликорректности. Хотя мне это не свойственно. То есть, я не согласен с ней, но упомянул, потому что она есть. Теперь. Есть другая система, которая, ну, система другого отсчета. Когда отсчитывают не от бруто, а от мета. И вот здесь есть тонкости. Да. И здесь есть тонкости. В чем тонкость? Значит, когда выплачены все налоги, то есть, то, чего человек не может не отдать государству, обществу, то остается то, что называется нетто после получения дохода. И эта сумма включает в себя необходимость оплаты коммунальных расходов, содержание машины, одежду, все представительские необходимости, логистические, там, с этими всякими гаджетами, интернетом, пищебумажными принадлежностями, если у кого есть такая необходимость и так далее. И вот от этой суммы отделяется десятая часть. Есть тоже, сразу оговорюсь, мне эта система не нравится. Не то, чтобы я с ней был категорически не согласен, как в первом случае, но она мне не нравится, потому что она, на мой взгляд, несправедливая. Значит, в чем... Есть еще третья система, тогда мы поговорим подробнее. Значит, третий подход заключается в том, что десятина выплачивается с абсолютного нетто. Абсолютное нетто это что значит? Что мы не можем не заплатить коммунальные расходы. Если мы их не заплатим, то не просто качество нашей жизни изменится, а наша жизнь изменится. Понятно, да? Мы не можем не заплатить за электричество, за воду, за, там, то, что называется, арноны, ну, налог на недвижимость и так далее. То есть, это одно. Второе. Наша одежда должна соответствовать, ну, в общем, нескольким соображениям. Она должна соответствовать представительским необходимостям. Мы не можем появиться на работе в лохмотьях или на улице. Вот. Раз. Второе. Она должна быть функциональной с точки зрения защиты тела от холода, влаги, ветра и так далее. Солнце. Вот. И она должна быть разнообразной. Теперь. Машина. Если работа человека связана с необходимостью личного автотранспорта, то никуда от этого не денешься. Ну, можно сказать, там, а вот мотоцикл, а вот велосипед, а вот еще что-нибудь. Но есть виды, ну, работы или, там, связанных с ней необходимости, когда этого недостаточно, когда этих микротранспортных средств недостаточно. А нужно что-то более фундаментальное. С крышей над головой, с микроклиматом, потому что ей становится так жарко, что нечем дышать. Или так холодно, что не сможешь, там, руль повернуть. Вот. Значит, нужна машина. И нужны, там, компьютеры, нужны аксессуары к ним, там, все принадлежности, которые мы знаем, и если человек занят еще и такой деятельностью, которая предполагает книги, тетради, ручки и так далее, то и так далее. Дальше. Есть еще страховка. Не, не, подожди, подожди. Давай про машину спросим. Какая, типа, какой... Сейчас мы дойдем. Сейчас, Андрей, я услышал. Сейчас мы дойдем до этого. Я знаю. Да, значит, теперь... И есть еще там страховка. Значит, что... Ну, в чем проблема здесь? Что машина, вот твоя реплика, да? Машина может быть расшикарнейшей, а может быть функционально необходимой. То есть, ну, не ведро, конечно, там, на помойке собранное, да? Но функциональное, удобное, разумное. А то, что расшикарное, перешикарное, ну, там границы нет. То же самое и с квартирой. Можно такой маленький... Можно тоже еще вставить 5 копеек. Смотри, у меня есть друг. Он себе купил лакшери-машину. Дорогую очень. Но я его никогда не замечал за тем, чтобы он перед кем-то понтовался. Вот. Я его спросил, я говорю, а что ты себе, зачем такую дорогую машину купил? Он говорит, понимаешь, я работаю с такими клиентами, с которым ты не можешь приехать на дешевой машине. Представительские расходы. Представительская необходимость. Да, вот в его случае это покрывается. Да, в его случае это правда. В его случае это правда. Потому что представительская необходимость может выражаться в одежде, в машине такой-то марки, в курорте на таком-то месте. Если узнать, что он вместо там, скажем, курорта, где принято отдыхать людям его круга, выбрал себе что-то, ну, что-то захудало, не просто экзотическое, вот там какой-нибудь там одиночный поход, да, в тайгу. Ну, это вполне себе, да. А он выбрал что-то такое очень эконом-класс, бюджетное и так далее, да. То тогда он не сможет работать на той работе, в которой он себя реализует лучшим образом, служит Богу, людям, себе, своей семье и так далее. Да. То есть он не сможет быть самим собой в профессиональном смысле этого слова. То же самое относится и к квартире, и к страховке, и к одежде, и так далее. Вот прямо вот то же самое. И, ну, человек может сказать, ну да, у меня семья, у меня дети, я их люблю, я хочу, чтобы у них было все самое лучшее. И своих детей он обеспечивает, я не знаю, там, колье из розовых бриллиантов. Ну, я говорю, так, утрируя, да, это, гиперболизируя. Вот. Но идея в том, что он дает не то, что необходимо, даже с учетом представительских там расходов и необходимостей, но и сверх необходимого там, где оно на порядок дороже и, и, в общем-то, в нем функциональной, представительской, какой-либо социальной необходимости нет. Вот там уже начинаются проблемы. Это человек решает для себя. Израиль, один вопрос. Тогда получается, что материальные ценности, как ни крути, то есть, я знаю, есть такое отношение субъективное к Иосифу, ну, мы знаем, да, что он чересчур материален. Но вот в этой твоей трактовке, которую ты вот сейчас представляешь, получается, что мы все-таки ставим материальные ценности, крути, не крути на первое место. Мы хотим, мы хотим сначала быть материальные, а потом уже духовные, как получится. Сейчас, значит, с Иосифом. Он действительно акцентировал свои усилия на материальных объектах, но для него это был вид духовного служения. И как любую идею можно довести до абсурда, абсолютно любую, так и эту идею легко довести до абсурда, и мы знаем, что из этого получается в разнообразных видах. Теперь, что касается приоритета, преимущества духовного перед материальным или наоборот, то есть несколько позиций. Одна та, которую ты предположила, что мы ставим материальное на первое место, а духовное на второе. и есть этому, скажем так, обоснование в таре тоже. Вот, что сначала материальное, потом духовное. Есть наоборот, те, которые, говорят, настаивают на преимуществе духовного перед материальным. Есть третий подход, говорящий, что и то, и другое равноценно, а есть еще и четвертый, который говорит о том, что нет противоречия между духовным и материальным. Они должны быть воедино, и тогда наши духовные усилия осуществляются через предметы материального мира. И тогда наша задача подтянуть материальный мир до духовности, придать материальным усилиям духовную цель, духовный смысл. и тогда противоречий нет на глубинном уровне. И то, и другое исходит из одного источника. Таким образом, мы объединяем миры материальный и духовный. Человек создан из праха земного, а в него Бог вдохнул свои... да, 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 очень хорошо сказал. Значит, вдохнул практически себя, да, вот, и создал, и дал нам душу. Таким образом, наша душа, будучи помещена в материальное тело, объединяет духовное и материальное. и тогда то, что мы делаем, не важно, осуществляем в самом широком смысле. Вот. Это все сакрализация материального мира. То есть, таким образом, наши радости, наши удовольствия, наше благо, это то, чем мы можем порадовать Бога. То есть, мы не отказываемся от собственного я и от своего имущества и так далее, а мы используем свое тело, свои ресурсы, в самом широком смысле. Это могут быть недвижимость, может быть деньги, это может быть время, силы, внимание и так далее. Для того, чтобы сделать этот мир лучше. Каким образом? Радуя себя и своих близких, радуя не своих близких, и помогая природе живой и не живой. Вот. Таким образом наше эго становится богоподобным. Вот. То есть, да, все правильно, без надрыва, без пафоса, без позы и так далее, просто наше эго становится, наше я становится заключенным с нашей точки зрения не в собственное тело, в интересы собственной семьи, а и в тело, и в семью, и в народ, и в человечество, и в мир живой, и не живой, в конце концов, вся вселенная и идеи бога Торы, как они нам изложены через пророков. Таким образом, мы идею богоподобия поддерживаем своими усилиями на интеллектуальном, эмоциональном, волевом и практическом плане, в смысле действий. Вот. Праксисы. То есть, таким образом, цедака является внешним выражением усилий по богоподобию. Вот бог поддерживает этот мир, не переставая быть самим собой, а ему, в его атрибуты входит еще и обладание всем. Он, ну, он владыка мира. Да. И мы владеем чем-то. Вот обладание чем-либо делает нас богоподобными. Теперь, что он с этим обладанием делает? он его с одной стороны сохраняет, а с другой стороны делится им. Не так делится, чтобы перестать быть самим собой, чтобы стереть идею себя из сознания людей, не дай бог, а сохраняя себя, сохраняя свои атрибуты, сохраняя все, что с ним связано, он отдает, поддерживая этот мир. Когда мы делимся цедакой, то в таком случае мы становимся богоподобными. Мы, сохраняя себя и свой ресурс, еще и поддерживаем этот мир. Вот. Теперь, поэтому говорится, что больше одной пятой, то есть двух десятых, в обычной ситуации отдавать нельзя. Почему? Значит, если Бог нам сколько-то дал, то Он хочет, чтобы мы вели какой-то образ жизни на определенном уровне. Если мы отдаем в обычных условиях, подчеркиваю, в обычных условиях больше, чем одну пятую, мы качественно меняем уровень нашей жизни материальной. То есть мы восстаем в этом смысле против планов Бога на себя. Ну, то есть на нас. Поэтому одну десятую человек обязан дать, еще в пределах одной десятой по своему усмотрению, а больше в обычной ситуации нет. Где заканчивается граница обычной ситуации? Очень хорошо, да? Вот. Где заканчиваются границы обычной ситуации? Там, где речь идет о сохранении жизни и здоровья? Вот там заканчивается. И жизнь и здоровье имеется в виду не только в физическом материальном смысле, но еще и в духовном тоже. То есть если нужно обеспечить духовное здоровье общины, отдавая ей сколько-то своего времени, сил, нервов, денег, внимания и так далее, вот то отказ от этих усилий это это нарушение планов Бога. В необычных условиях надо отдавать даже больше, чем одну десятую, если речь идет о жизни и здоровье как отдельного человека, так и группы людей и в духовном и в материальном смысле. Значит, в Таре много рассказано насчет Десятины. Куда ее отдавать? Хороший вопрос. Значит, когда был храм и была храмовая служба и все, что с ней связано, то понятно, что Десятину очень часто отдавали на храм, а храмовые деятели распоряжались ею и для поддержания непосредственно работы храма как функционеров, что логично. Они не пыхали, ни сеяли, не строили, они поддерживали идеологию, а без этого любое общество распадется. Даже то, которое декларирует отказ от идеологии, идеология все равно присутствует. Даже отказ это тоже идеология. Так вот, значит, также и поддерживали опосредованно идеологию, то есть через сеть обязательных начальных общеобразовательных школ, например. То есть мы не можем говорить о какой-либо надстройке надматериальной, если люди не умеют читать, писать и так далее, и не пользуются этим. Значит, кроме того, надо было поддерживать фонды и прочее, и прочее. Теперь, когда храма нет в наших условиях, кому отдается эта десятина? Значит, она отдается нуждающимся объективно. В чем нуждающимся? Скажем, если речь идет о том, что человек должен получить некое лекарство, которое он без этого получить не может. Ну, например, его нет в списке лекарств, которые ему выдаются, я не знаю, через больничную кассу, через еще какие-то государственные, полу-государственные фонды и так далее. Вот они туда не включены, а ему нужно. Значит, ему нужно помочь этим лекарствам. Дальше. То есть, больным. детям, которые не могут реализовать свой потенциал не по своей вине, а по из-за сложившихся обстоятельств. Ну, скажем, родители, сейчас это не так актуально, когда-то было очень, например, родителей в свое время отослали в Чернобыль, они вернулись оттуда, ну, руки-ноги есть, но работает плохо, здоровья никакое. Да, то есть, они не могут не то же ребенку помочь, себе не могут помочь. Значит, что делать? С виду вроде все нормально, а по сути нет. Значит, надо помочь таким детям в их базовых необходимостях, вот, но также и в других. Ну, понятно, там, и со школы, если у человека есть какие-то способности, таланты, неважно, там, к музыке, к рисованию, еще чему-либо, вот, а у родителей нет денег на оплату преподавателей, кружков и прочего, значит, надо им помочь, чтобы их потенциал был, ну, как бы развился, осуществился. Теперь, то же самое касается способных студентов, которые без денег, там, из небогатой семьи, или человек, например, он неважно, богатый, небогатый, но если он, например, оказался без денег и документов на улице, вот, то, то ему помогают, да, вот есть такая необходимость, например, такое тоже бывает, я знаю такие случаи, много чего такого, значит, есть еще целый ряд, который связан с поддержанием Торы, это обучение способных студентов, это преподавание, это функционирование, скажем, разных фондов, скажем, Мойль, он хороший Мойль, но пока его не знают, пока у него нет, там, репутации, имени и так далее, его нужно поддержать, дать ему, то, что называется, раскрутиться, оно вроде бы не, не на обучение идет, да, но, тем не менее, это связано с его профессиональной деятельностью, или человек оказался в стесненных обстоятельствах, неважно там, личных, семейных, общественных и так далее, он оказался без, ну, со своей, скажем, специальностью, но без инструментов, которые позволяют ему работать, значит, для того, чтобы он мог встать на ноги во всех смыслах, ему нужно дать рабочие инструменты, помочь с работой, либо устроить на работу, либо помочь, приобрести соответствующие инструменты, и так далее, чтобы он мог работать, потому что, если у человека руки-ноги голова, но нет рабочего инструмента, он с этим делать ничего не может, а надо, вот, как бы, то, что называется, зерновой капитал, из которого прорастет его жизнь, и дальше он, в свою очередь, будет помогать, значит, вот это и есть задача десятина, там, где институты благотворительности такого рода и всякого другого работают, там общество не просто консолидировано, оно связано внутренними, как бы, ремнями безопасности, которые подстраховывают. Если же, не дай бог, этого нет, то, когда тот или иной человек попадает в стесненные обстоятельства, то, что называется, влип, ну, вот, надо где-то вот быть, сейчас денег нет, и это значит, что он не может ни крышу над головой оплатить, ни какие-то там расходы базовые, вот, не может оплатить, а все нужно, да, значит, ему нужно дать подняться, вот сейчас подстраховать его, дать крышу над головой, дать возможность, там, какие-то необходимости свои закрыть, возможно, еще там и с деньгами подсуетиться. Значит, в таком случае, а если этого не сделать, значит, есть два соображения, одно соображение траническое, гуманное, обращенное к совести, к душе и так далее, когда, ну, надо помочь, Бог помогает, мы помогаем, все хорошо, а есть соображения менее идеалистичные, более прагматичные, они не противоречат, по факту, но уровень мотивации отличается, да, а вот мы сейчас ему поможем, а потом он нам поможет, и так, чем это плохо, потому что всегда есть опасения для такого рода рассуждающего товарища, есть опасения, а вдруг нет, и ты такой, вот были мы, а стали его дни, нет, а откуда я знаком, может, или нет, вот это, поэтому мне это соображение очень сильно не нравится, оно такое, торгашеское, в общем, так что речь идет о том, что десятина делает лучше нас самих, ну, наше окружение, природу живую, неживую, отношение с Богом, и в конце концов это одно из высших проявлений богоподобия, когда Бог сказал человеку, сделаем человека, то есть я сделал, ну, и ты со своей стороны постарайся. Беречь сад, от чего беречь? Хищников, вредителей, воров, болезней, климатических там, катаклизмов, ничего нет, от чего беречь? От себя беречь, от своих дурных побуждений, так вот, сказано, что цедака это одно из важнейших средств, которые, ну, которые сохраняют ну, как бы, сохраняют в сознании человека ну, вот этическую, ну, этическую основу для поведения, для осознания, для планирования и так далее. более того, они, они не всегда адресованы современникам, они могут быть адресованы потомкам, от которых мы ничего не получим, ну, вот, лично там, или без гарантии, да, то есть, человек сажает плодовые деревья, которые будут плодоносить, ну, после того, как он вообще умрет, ну, скажем, оливковые деревья, вот, вот старик, он берет, да, и, чем там, копается, копается, сажает, там, эти саженцы, вот, чтобы выросло оливковое дерево, а она когда еще будет плодоносить, но она будет плодоносить для следующих поколений, на Гара Цофин, на Гара Зейтим, на Масличной горе в Иерусалиме растут оливки, ну, вот, эти оливковые деревья, которым больше двух с половиной тысяч лет они до сих пор плодоносят, и до сих пор их собирают люди, ну, понятно, что собирают, там, чтобы посадить еще где-то у себя, вот, но они дают пользу более двух с половиной тысяч лет, то есть, еще первый храм стоял, а они уже плодоносили, те, кто их посадили, знали, что, что они соберут только малую часть урожая, если соберут вообще, да, те, кто сажал, а вот, то есть, цдака, она преодолевает и время, и расстояние, и конъюнктуру моды, политические представления, представления, какие-то стереотипы, неважно, она преодолевает их через материализацию таранических идей, это очень большое дело, то есть, мы преодолеваем ограниченность себя, своих сил, времени, ресурсов, ожиданий, там, еще чего-то, тем, что просто делаем доброе дело, потому что Бог сказал, и мы, а дальше мы этого хотим, и тогда все, что нас окружает, это плоды работы людей, которые жили до нас, и и которые будут жить после, у цедоки есть очень много проявлений, кто-то, например, там, жертвует на озеленение парков, садов, поддержание видов растений, животных, рыб, птиц, в Израиле, вне Израиля, вне Израиля, в конце концов, да, то есть, получается, что цедока, у цедоки нет границы, и когда человек к необходимости, которую он выполняет, по своему усмотрению тратит, там, часть даки на преподавателей Торы, часть даки на больных, на талантливых, но безденежных, на тех, кто влип каким-то образом, там, по обстоятельствам, и непонятно, вылезет он или не вылезет непонятно, но помочь надо, а есть еще вот это сверх этой десятой части, которую я обязан дать, но по своему усмотрению распоряжаешься, вот, есть еще немножко, и вот там, там уже проявляется, ну, личность человека во всей его полноте, не тогда, когда он вынужден, или считает себя вынужденным, а тогда, когда он не вынужден, и вот сколько даст, кому даст, на что даст, как даст, или он там будет бронзоветь на пьедестале в лучах собственного величия под аплодисменты окружающих, или он это сделает тихо, скромно, незаметно, но важно, чтобы тот, кто получил знаком, неважно, помощь, знал, что это делается для того, чтобы поддержать личность, душу, отношения с человеком, с Богом, с собой и так далее, что это направлено для него, для его блага. Исраэль, один вопрос технический, ты вот все время говоришь, что каждый должен распределять по этому, по этому или по этому направлению, мой как раз вопрос технический, этот налоги, как правило, снимается через Arbeitgeber, через, как он называется, ты знаешь, слово Arbeitgeber, как он называется? Социальный влог? Да не, ну от моего руководителя, от предприятия. Работодатель, работодатель. Спасибо большое, от работодателя. Поэтому вот то, что ты говоришь, это направление, куда их надо распределять. И вот мой вопрос как раз конкретно, в моей ситуации я знаю, кому я хочу помогать, но вот в этом вот общем распределении просто с меня снимается этот налог, и он уходит куда-то. Значит, как поступать? Для меня, предположим, 20 процентов это много платить. Дздака это прекрасная вещь, я очень ей дорожу для себя лично, мне это очень правильно. Но как бы так, есть ли какая-то возможность оформить, чтобы я сама решала, кому я хочу и на какие средства я хочу распределить эти деньги? Потому что то, что ты говоришь, оно не совсем так, по крайней мере, в Германии работает. Значит, смотри, то, что с тебя берут, хочешь ты этого или не хочешь, от тебя не зависит. Это то, что не на нас, пользуясь знакомой этими терминологией. А вот, значит, ты распоряжаешься только тем, что у тебя. Поэтому, исходя из третьего типа отделения от Здаки, которое я предложил, вот, ты берешь десятую часть и еще чуть-чуть, вот буквально сколько это чуть-чуть на твое усмотрение и тратишь по своему усмотрению. Я не знаю, позволяют ли законы Германии распорядиться той частью, которую распределяет работодатель или нет. Если нет, то ты от того, что ты получаешь на руки чистыми-чистыми после всех необходимостей, как мы говорили, ты берешь десятую часть. Не могу, не могу, действительно не могу, нет, это действительно тема, не могу. Поэтому мой вопрос был, то, что вот ты говоришь, как распределять, это в том случае, если человек сам самостоятельный предприниматель и он тогда сам это делает, но если он работник какого-то предприятия, то вот эта вот система не работает, не везде, скажем так, работает. Значит, смотри, когда остается после всех выплат на то, на то, на то и на это, то я не знаю твои обстоятельства, я не хочу за тебя решать. Просто я даю схему, вот когда остается и дальше выбор, ты покупаешь тортик, пирожное, пирожок или конфетку, в диапазоне, ты свободна. Поэтому, когда остается после всех, 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 всех выплат, вот после всех остается некая сумма, то закон говорит, что от конечной, ну, по третьему типу, да, единства в этом вопросе сейчас на нет, это вот та, ну, мной предпочитаемая схема, когда все, все выплачено и уже выбор там купить такую блузочку или всякую блузочку, не потому, что там надо там появиться где-то или, а потому, что, ну, в принципе, там перед зеркалом у себя дома, вот, значит, там человек свободен, вот из этих денег десятая часть, все, а дальше на твоем смотрении. Я шелоса, по какой блузочке ты говоришь, одной, второй, третьей блузочки, живу по системе философов. Я прошу прощения, мы записываем вот это для Ютьюба, давайте вот этот вопрос закроем и потом начнем по недельной главе. Истраль, что еще по десятине есть? По десятине. Значит, идея десятины позаимствовала позаимствовала церковь и ну, это многое объясняет. Теперь, идею десятины позаимствовали также и исламские источники. Там тоже есть очень развитая, очень продуманная система, иногда дать должное, она работает. там, где мы сейчас рассуждаем в значении хорошо, лучше, есть и так далее. Но, если посмотреть в кривое зеркало нарушений, то окажется, что там, где законы десятины пробуксовывают, то есть не работают, там общество деградирует. и деградирует очень быстро и почти необратимо. Насколько это, ну, насколько оно так, насколько это соответствует действительности. Вот там, где, скажем, в Российской империи, знакомый нам пример, там были многочисленнейшие благотворительные фонды, частные, полугосударственные, государственные, личные и так далее. И когда вся вся структура была сломана под девизом самых лучших намерений, вот, то идея действительно исчезла. И оказалось, что вот уже есть богатые, очень богатые, состоятельные или богатющие люди, но поскольку оно не было заложено в сознании с детства в семье, то эта система не работает. И в результате целые детские дома остаются полуголодными, плохо одетыми, нуждающимися и так далее. То есть, вот такие вот вещи. и все. Поэтому к десятине в хорошем смысле начинают приучать ребенка, как только он начинает уметь считать. Его обучают. Поэтому на хануку детям дарят деньги в сумме кратной десяти, чтобы им легче было посчитать. Понятно для нас, взрослых, понятно, что его там условно десяти евро, десяти рублей, десяти шекелей и так далее, то, что он отдаст один, это абсолютно символическое движение. Но для ребенка, у которого ничего своего в общем-то нет, для него получить, а потом отдать свое, это подвиг духовный. И поэтому для того, чтобы он войдя во взрослый возраст, когда он сможет распоряжаться своими деньгами, когда он будет уже нести ответственность за свои дела так сам, к тому времени он уже, его сознание должно быть готово. Он уже должен воспринимать это как естественное движение. Если этого нет в детстве, то чему Гансика не научили, то Ганс не выучит. Поэтому такие вещи это предмет заботы семейной, общественной, такой-сякой. А есть еще один момент. Значит, любое правительство, любая корпорация, любое объединение хотят как можно больше контроля над своими ресурсами, в том числе людскими, кадровыми. И пытаются взять под контроль финансовые потоки. Под предлогом борьбы с там, с бандитами, террористами, злоупотреблениями и так далее. Под предлогом борьбы за правое дело всегда делаются любые дела успешнее. Значит, и для того, чтобы противостоять системе тотального контроля, которая ограничивает наши добрые побуждения и усложняет и так далее, вот, берутся под контроль банки, все, что с ними связано, а вот десятина, как ты ее возьмешь под контроль? И у евреев была такая система, называется купацдака, то есть или эти гмульки, гмультхасадим, это частные получастные фонды, которые существуют на основе абсолютного взаимного доверия. Вот собираются несколько человек, которые знают друг друга достаточно хорошо, чтобы доверить деньги. И они работают либо по принципу, вот там мы туда вкладываем, в любой момент человек может свой вклад оттуда извлечь. или ему надо не только свой вклад извлечь, а еще и в долг взять. И он берет в долг беспроцентный, подчеркиваю, беспроцентный, а потом он туда вкладывает. И все это на основе абсолютного взаимного доверия, понимания и так далее. Открытости. У этих структур может быть ну, скажем, во главе комиссия, неважно, два человека, три человека, десять человек, не суть. А может быть один человек. И ну, я не знаю, начали так ротшить или нет, этого я сказать не могу. Но эта система позволяет нам сохранить финансовый суверенитет. Это дорогого стоит. Это ситуация, при которой если вырубили эту, скажем, возможность пользоваться банками, оплачивать карточкой и так далее, и так далее, получать зарплату, платить в магазине, и тогда человек просто вот он как бы окружен стеклянной стеной материальных невозможностей. Все, делать ничего не может. А если существуют такие системы, то никто нас не возьмет в бараний рог, не согнет. И пожалуйста, тогда мы создаем внутреннее пространство внутренней финансовой свободы. Дорогого стоит. Так что и тогда человек может скажем, даже если, например, я не знаю, гипотетическую ситуацию, кошмар, кошмарович, когда наличные деньги запретили. Например. Да, может быть, есть, я не знаю об этом, но хорошо. Значит, когда запретили там наличные деньги, какие-то переводы, крипту и так далее. Но что, один человек дает другому свою карточку, или они вместе идут, если там еще и камеры, вот, и все, и он все покупает, приобретает, оплачивает и так далее, и таким образом амортизируется, компенсируется давление на группу, на личность и так далее. Это мощная система подстраховки. Даня, получила ли ты ответ на свой вопрос? Получилось, спасибо. Единственное, хотелось бы услышать что-то про сирот и вдов, которые появились в Израиле сейчас. Ты имеешь в виду, наверное, две вещи. Первая ситуация сейчас, и вторая то, что в Торе отдельно сказано про десятину для сирот и вдов, так? Да. Да, вообще, ну, десятину, они являются объектами, ну, адресом для десятины, конечно. Конечно. Я думаю, что у Тани вопрос, у Тани вопрос, можно ли десятину отдавать туда? Да. Просто я знаю ее мышление, как бы, такое. Да, да, можно. Можно. В Израиле, мне по поводу вот то, что ты сказал, еще один вопрос. Смотри, когда человек нуждается, ему прилично попросить и сказать, что он нуждается, вот просить, как бы, это нормально? Сейчас я скажу, значит, да, сейчас скажу, если он объективно нуждается, и у него нет возможности эти необходимости компенсировать своими усилиями, то есть вот, ну, например, человек голоден, кушать хочет, а дома нет ни продуктов, ни денег, ничего, ну, бывает, влипнешь, не дай бог, да, ни про кого-нибудь сказать. Значит, по-хорошему звонок другу туда-сюда, вот такая ситуация. Не вопрос, раз, подкинули, нормально, потом пошел работать, там, заработал, отдал, и дальше сам помогает таким образом. значит, если человек в такой объективной ситуации стесняется сказать, попросить, сообщить, и так далее, обратиться за помощью, то он сам дальше, он виноват в своем бедственном положении. Если ему есть к кому обратиться. Ну, вот это называется гордыня, да, если же он не особенно нуждается, ну, сейчас, допустим, дома, ну, предположим, хлеба нет, где с деньгами не очень, ну, так где-то там пакетик лапшин завалялся, я пока так, а завтра пойду заработаю, но я же могу сказать, дома нет хлеба и с деньгами не особенно, я вот сейчас ему позвоню, все ему расскажу, ну, почти все, и он мне поможет. Так вот, сказано, что тот, кто обращается за помощью, когда в ней не нуждается, может, не дай Бог, прийти к ситуации, когда он будет нуждаться, но ему откажут. И даже если не откажут, он все равно не будет объективно нуждаться, он станет зависимым. Так вот, сказано, что лучше приложить максимум усилий для того, чтобы подняться на ноги, чем попросить, но если нет возможности сейчас подняться на ноги или для того, чтобы подняться на ноги нужны там, я не знаю, инструменты, медикаменты, еще что-нибудь, то объективно он нуждается, он должен об этом сказать. Если он не скажет, он сам виноват. Да, спасибо, я поняла, потому что иногда потом услышишь, я говорю, ну, что ж ты молчал-то, я говорю, я же не экстрасенс-то догадываться, да, вот, ну, человек молчит, ничего не говорит, ну, скажи, вот, а потом выясняется, и потом вот это угрызение совести, ой, я не догадалась, я не помогла. Нет, зачем выгонять людей в угрызение совести, это раз. Нет, нет, ну, да, да. Второе, проблема какая, что очень много, ну, ложно, ложно нуждающихся. Вот, и они компрометируют объективно нуждающихся людей. Вот, с этим большие проблемы. Поэтому, ну, забота любого фонда, распределительного, это максимальная объективность и подстраховка от злоупотребления. Вот. Ну, если, например, оказывается, что деньги большого фонда, ну, скажем, по поддержке доживших еще старых и больных жертв катастрофы, например, да, выживших после нацизма, переживших нацизм. Вот этот фонд, который там немецкое правительство, Claims Conference, выделяет за счет налогоплательщиков германских, за счет тех, за счет этих спонсоров частных и так далее. Вот. Люди работают и туда платят. А этими деньгами играют ради своего там частного благополучия, статусного или материального или какого-либо, но используют не адресно. Не так, как задумано инструкциями этого фонда с соглашениями с правительством, с частными спонсорами и так далее. Если выясняется, то это скандал скандалище и этому фонду могут просто срезать финансирование. И тогда не получат объективно нуждающиеся люди. И я знаю такие случаи. И нахожусь в тяжелейшей моральной дилемме. Перед моральной дилеммой нахожусь. С одной стороны, если это обнародовать, эти злоупотребления, то последствия будут как последствия от взрыва вулкана. Скандал скандалище и пока будут разбираться, часть людей не получит деньги. С другой стороны, если я молчу, то я подтворствую продолжению этого безобразия. И вот здесь у меня нет ответа и действительно это большая моральная дилемма такая. вот эти случаи злоупотребления деньгами Клеймс Конференс, которые добрые, я не знаю, законопослушные люди, неважно, немцы, немцы, вот, через немецкое правительство отдают, вот этот Клеймс Конференс дает деньги тем, кто в том числе злоупотребляет ими в своих личных целях. Это ужасно. Но сказать об этом плохо в одном смысле, молчать плохо в другом смысле. В общем, тяжелая проблема, у меня нет решения. Вот. Вот так. Ладно, давай дальше.